Мимо 38-го дома на улице Ветлянской жители боятся проходить. Над головой угрожающие сосульки. Как рассказывает старшая по дому Елена Шабанова, за уборку при домовой территории жители платят стабильно, а управляющая компания свои прямые обязанности не выполняет. Под управлением жилищно-строительной компании наш дом находится около полутора лет. За это время, конечно же, должным образом подъезды не убираются, крыша очищается очень редко по заявкам жителей. Сосульки постоянно, которые нарастают, ввиду того, что здесь система труб проложена на крыше. Конечно, это нужно делать чаще. И я считаю, что управляющая компания сама должна отслеживать эти моменты. Очень сложно взаимодействовать с этой управляющей компанией. Налец на крыше. Входные группы подъездов плохо очищены. Все это представляет угрозу для жизни и здоровья граждан. Основная проблема сейчас – это крыша, потому что балки в двух местах прогнили, крыша течет, фасад разрушается сверху. Это видно невооруженным глазом, вот над первым подъездом. Жители своими силами латают дыры. Этот вопрос нужно решать. Эту зиму мы как-то протянули, а следующую уже, я боюсь, что не протянем. Жалуются жители и на нехватку кадров. Один дворник на несколько домов. Пока очередь дойдет до определенного адреса, снег уже и чистить не надо, сам растает. Кроме того, управляющая компания не следит за тем, чтобы во дворе не было скользко. Лед не скалывают, дорожки возле жилых домов песком не посыпают. Оценить ситуацию в очередной раз приехала представитель административной комиссии промышленного района. В этом году в отношении данной управляющей компании было возбуждено одно административное дело, которое было рассмотрено административной комиссией. Было наложено наказание в виде предупреждения. В случае повторного административного правонарушения предусмотрен штраф уже. Будет однозначно наложен штраф. Мы собираем материалы и направляем в государственную жилищную инспекцию для рассмотрения и принятия соответствующего решения. Возможный выход из ситуации смена нерадивой управляющей компании, поскольку управляющая компания систематически не реагирует на обращение жителей, принять такое решение жители смогут на общем собрании собственников. Ведь вовремя неубранные сосульки или гололед могут стать причиной серьезных травм. Елена Чернявская, Василий Колдашов. События.